Но самое главное, что я вам хотел сказать в этой связи, если вы хотите поменять людей, которые вас окружают, и чувствуете, что вам неприятно, что они такие, какие они есть, это значит, что у вас нет ни капли любви к ним, ни капли. Потому что когда человек хотя бы чуть-чуть другого любит, он его принимает таким, как он есть. Так, например, первыми признаками того, что ты можешь помочь пьянице, родственнику, является то, что ты его принимаешь в жизни таким, какой он есть. Принять в жизни означает привыкнуть к пьянице. Принять в жизни означает увидеть в нем чистоту человека, вспомнить что-то хорошее, что в нем есть, и думать только об этом. Точно так же, когда ганга течет, в нее бросают трубы там и так далее, она не оскверняется этим. Точно так же человек, который думает о хорошем в другом человеке, не оскверняется в присутствии грешного человека. Надо учиться видеть хорошее блюдо. Хотя бы потому, что в нас тоже немало грехов. Мы думаем, мы такие возвышенные. На самом деле есть более возвышенные, чем мы люди, в тысячу раз. И если они нас принимают спокойно, не брезгуют нами, то почему мы брезгуем другими людьми, которые менее возвышены? Признак греховности. Потому что, смотрите, есть два способа относиться к развитию. Первый способ. Я бросил есть мясо. Все вокруг стали трупоедами. Раньше они были нормальными людьми, сейчас стали трупоедами. Это означает, что ты стал гордым. Ты не развился ни капли. Просто стал гордым человеком и все. И нашел повод для того, чтобы гордиться собой. Второй вариант. Я бросил есть мясо, и все люди для меня стали ближе. Я почувствовал, что такое сострадание. Мне захотелось им всем помочь. Вот это и есть то, зачем люди бросают есть мясо. Но так бывает редко. Знаете почему? Потому что правильно бросить мясо, это бросить его по совету старшего, а не самому. Когда ты бросил мясо по совету старшего, ты говоришь, я такой же падший, но так как у меня есть милость, мне старший человек дал милость, поэтому я и не ем мясо. Понимаете, да, о чем я говорю? А если я сам бросил, то это повод гордиться собой. Человек никогда не должен думать, что он сам может как-то вообще себя поменять. И это дает вправо, внутреннее право, не гордиться собой и идти правильным путем в жизни. И так, если вокруг вас много людей, далеких от физических знаний, это значит, что вам надо культивировать в сердце, в своем любовь к этим людям, доброту, смирение, терпение. И они станут ближе сразу к медическим знаниям. Как только вы примете их в свою жизнь, сразу же они станут ближе к медическим знаниям. Правильно.